Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Здравствуйте! Эфир канал РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Сегодня в выпуске. Под надежной защитой в Анапе проходят масштабные учения служб спасения. Новый детский городок в самом любимом месте отдыха. История героической судьбы. Знаменитый врач-хирург, ветеран Великой Отечественной войны. А сейчас обо всем подробнее. В зоне подтопления населенные пункты Анапского района есть пострадавшие, требуется эвакуация населения. Такова легенда тренировки служб спасения и подразделений МЧС. 11 единиц пожарной техники, бригада скорой помощи и 5 машин службы спасения выстроились на площадке у Симферопольского шоссе. С самого утра по сигналу тревоги подняты все службы города-курорта. Командная штабная тренировка проводится по указанию правительства Российской Федерации. Ее масштабность заключается в том, что участвуют в ней сразу несколько субъектов страны. Это Южный региональный центр, Северо-Кавказский регион и Республика Крым. Для всех спасателей одна задача – обеспечить безопасность населения от наводнений и техногенных катастроф. По результатам учений, все службы спасения Анапа уже сегодня готовы защитить своих жителей на 100%. В состав его входит гарнизон пожарной охраны и силы и средства муниципальной службы спасения Кубань-Спад. В данный момент все силы и средства приведены в готовность, находятся на строевом смотре. Общая численность состава, который сейчас привлекается, превышает 70 человек, плюс органы управления. Командования тренировками ведутся посредством видеоконференц-связи. Осуществляет их Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю и Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Глава администрации Гайкадзорского сельского округа Ервант Наранян в этой должности всего несколько месяцев. И это первое его отчет о проделанной работе перед жителями родного села. За бюджетные средства в хуторе «Рассвет» по улице Новоселов, «Свобода» и «Школьная» уложен асфальт. В школе номер 14 отремонтирован спортзал, построена спортивная дворовая площадка. В Доме культуры появилось новое звуковое оборудование – мебель, компьютеры, сплит-системы и электрический генератор. Звание «Лучший территориальный округ» в краевом конкурсе Гайкадзор получил благодаря слаженной работе членов ТОС. На денежную премию провели благоустройство прилегающей территории к Дому культуры «Хутора «Рассвет». В 2014 году в округе построено более 4 гектаров теплиц. Развивается агротуризм. Глава у нас вообще молодой, перспективный, с задачами вперед, смотрящий, делающий. И стремится, чтобы людям жилось уютно, комфортно в своем округе. В селе Гайкадзор выполнено строительство газорегуляторного пункта номер 5 и газопроводы высокого давления протяженностью более 700 метров. Готовится проектно-сметная документация на реконструкцию водозабора и инженерных сетей водоснабжения в «Хуторах», «Заря» и «Рассвет». На встрече жители округа задавали вопросы о насущных проблемах. У молодого и энергичного главы много планов и проектов на 2015 год. Запроектирована линия электропередач по «Хутору Рассвет». Тоже ожидается в 2015 году строительство этой линии с установкой новой трансформаторной станции по улице Набережной. Планы у нас, как говорится, развивать Гайкадзорский сельский округ при поддержке главы муниципального образования. К 70-летию Великой Победы в «Хуторе Заря» ведется строительство аллеи славы. В селе Гайкадзор будет установлена доска почета. В округе в ближайшее время отремонтируют детский сад клубничка и два модуля. Начнется строительство тротуаров и ливневых водоотводных сооружений за асфальтируют дороги. Подготовка муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения стала главной темой обсуждения на краевом видеоселекторе под председательством первого вице-губернатора Джамбула Тахатова. По завершению совещания глава Анапы Сергей Сергеев дал ряд поручений сотрудникам дорожной полиции и руководителям городских служб. В прошлом году на территории края было зарегистрировано около 7 тысяч ДТП. Каждая шестая автомобильная авария произошла из-за дорожных проблем, недостаточного освещения трасс, отсутствия необходимых разметок и дорожных знаков. В немалой степени портят кубанские дороги поток перегруженных фур. Джамбулат Хатуов дал поручение провести работу с собственниками фирм, специализирующихся на грузоперевозках. Вы должны провести на уровне муниципалитетов совещание, куда вы должны пригласить всех, кто отвечает за выезд автомобилей на линию, всех представителей и собственников, чьи автомобили сегодня бороздят дороги Краснодарского края, еще раз всем рассказать, что за перегруз все будут наказывать. Рассказать, что автомобиль не начнет никакого движения, пока не выровняет тот вес, который должен быть. Они с ужасом должны представить, как они вынуждены будут приезжать за 300 или 200 километров и приступать к этой работе. Проблемы, связанные с движением большегрузов и строительной техники, не обошлись стороной и Анапу. Сергей Сергеев акцентировал внимание на состоянии дорог. Неважно, краевые они или муниципальные. За разбитое дорожное полотно и грязь, которую оставляет за собой спецтехника, застройщики и перевозчики должны нести ответственность. Поэтому жесткое отношение к этому вопросу, жесткое к состоянию проезжей части. Помогайте мне, выезжайте, меня не волнует. Краевая, здесь вот присутствуют обслуживающие организации, руководители. Если Шевченко и Анапское шоссе пересечения, постоянный щебень лежит на треугольнике, солдатских матерей Анапское шоссе, постоянный щебень лежит, парковое Анапское шоссе тоже самое. Где метла? И не взумайте ее днем запустить. Где ваши протоколы на них? Где? У вас есть два человека, которые за состоянием проезжей части должны наблюдать. В прошлом году на ремонт городских и сельских дорог была направлена беспрецедентно большая сумма – свыше 100 миллионов рублей. И это вложение не на один год, подчеркнул Сергеев. Глава также акцентировал внимание подчиненных и на состоянии краевой автомобильной трассы, ведущей в город через станицу Гастагаевская. Сколько большегрузов транзитом проходит по трассе и какой след оставляют за собой. Анализ ситуации он ждет в ближайшее время. И резонный вопрос к обслуживающей трассе организации ДРСУ «Вираж». Скажите, а сколько оно будет наклоненное вот так, а, на повороте, на выезде из Гастагаевской? Так уже полгода оно в таком состоянии и в грязи. А ведь по этой трассе в Анапу на выходные праздники приезжают многочисленные гости. Что касается вопросов безопасности дорожного движения, работу всех служб необходимо консолидировать, а не перекладывать друг на друга ответственность. Участникам дорожного движения нужен результат. По инициативе губернатора края принята программа страхования жилых помещений. Подробнее о целях, задачах и механизмах ее действия в нашем сюжете. Программа страхования жилья рассчитана до 2018 года. Заместитель главы курорта Яна Дуплякина акцентировала внимание на активном развитии рынка страхования. Тогда в случаях чрезвычайных ситуаций население и бизнес будут гарантированно защищены. В бюджете края на реализацию этого проекта выделяется около 50 миллионов рублей. Для всех страховых организаций и участников программы одинаковые условия, перечень рисков и методика оценки повреждений. Фонд развития жилищного страхования будет осуществлять компенсационные выплаты в размере 30% от размера ущерба застрахованному жилому помещению. Остальные 70% будут выплачиваться за счет страховых компаний. Из сотни страховых компаний, подавших заявки на участие, отобрано 10 самых надежных. Подобная программа действует еще и в Москве. Страховые риски, заложенные в нее – пожар, залив, взрывы, кроме теракта, аварии систем отопления, водопровода и канализации, а также стихийные бедствия. В Анапе участником программы стал Росгострах. По этой программе можно застраховать или дом, или квартиру, или часть дома, или часть квартиры. Но только то помещение, в котором проживает гражданин. Нельзя будет застраховать гараж, баню, летнюю кухню. Преимущество этой программы в дешевой стоимости. За 900 рублей можно застраховать жилье на сумму 500 тысяч, а за 1800 – на 1 миллион рублей. Таких цен на рынке страхования нет. Дешевизна обусловлена долей бюджетного финансирования. В парковой зоне Ореховой Рощи по многочисленным просьбам анапчан устанавливают детский городок «Радуга». Новая игровая площадка для детей занимает около 200 квадратных метров. Элементы городка производились из экологически чистых материалов. Натуральные деревозащищающие пропитки и красители позволяют значительно увеличить срок службы деревянных изделий. Одним из уникальных свойств этой площадки является ее взаимозаменяемость. То есть она работает по принципу конструктора «Лего». Можно что-то дополнять в будущем, что-то заменять. Надеемся, что наша площадка будет нравиться в первую очередь нашим детям, подрастающим анапчанам. В детском городке будет зона и для родителей. Установят лавочки, чтобы те могли наблюдать за своими детьми. Уже завтра площадка будет готова принять своих первых маленьких гостей. Отдых детей должен быть безопасным и комфортным. Подготовку к летней оздоровительной кампании обсудили сегодня на межведомственной комиссии. В прошлом году 44 детских здравницы в Анапе принимали на оздоровление и отдых детей со всей страны. В будущем курортном сезоне требований, предъявляемых к средствам размещения детей, станет больше. Детские здравницы на нашем курорте должны функционировать и оказывать услуги по оздоровлению и отдыху детей. Но все эти мероприятия должны проходить на качественном уровне. С марта по май выездные межведомственные комиссии посетят все детские здравницы курорта. Проведут комплексную проверку готовности к сезону. Документацию, персонал, санитарное состояние помещений, благоустройство территории. Два документа, без которых невозможна работа учреждений санаторно-курортного комплекса. Это план по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и паспорт безопасности объекта. Обязательное условие для работы – наличие резервного источника электроэнергии. В летний период в каждом учреждении будет дежурить сотрудник полиции. Проверят противопожарную подготовку учреждений, медицинское сопровождение. Проведут беседы о сопровождении детских групп и профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Участник Великой Отечественной войны, врач-хирург Николай Петров в конце прошлого года отметил 93-й день рождения. Это очень известный человек в нашем городе. Несколько штрихов к его замечательному портрету в нашем сюжете. Николай Петров родился в Тихорецке. После окончания школы поступил в первый Ленинградский мединститут и почти сразу же угодил в армию. Когда началась Великая Отечественная война, Николая Ивановича отправили в состав войск Юго-Западного фронта, где он участвовал в обороне Харькова. В окопах просидел 4 месяца почти. Ну, не на одном месте. Мы отступали, войск передовиков отводили, и мы с ними. После Николай Петров попал в резерв главного управления войск НКВД. В конце войны его подразделение действовало в Литве. Победу встречали там же. Счастливый день в нашей жизни, когда перестали стрелять, убивать и бояться друг друга. Потому что служба, которая была после Юго-Западного фронта, она была так – не знаешь, кто у тебя рядом. Службу Николай Иванович завершил в должности военного фельдшера. После войны продолжил учебу и с отличием окончил лечебный факультет Кубанского мединститута. Сначала работал в Отрадинском районе, через два года последовал Краснодар, затем была Кострома. В 1965 году появилась возможность переехать в Анапу, куда он и приехал вместе с семьей, женой и двумя сыновьями. 11 лет проработал главным врачом Центральной районной больницы. При всем он успевал еще и оперировать, внедряя передовые методы оперативной хирургии. Чувство потребности в те, и что ты можешь, ты именно сделать то, что другой не сделает во имя жизни человека, чтобы ему помочь, быть ему полезным. Это доставляет такое удовлетворение. Николая Ивановича можно назвать рядоначальником подготовки на курорте медицинских кадров среднего звена. Это он организовал в Анапе первые курсы медсестер, которые работали под эгидой Красного Креста. А уже на следующий год его же стараниями в Анапе появился филиал Новороссийского медицинского училища. В колледже преподвал до 2003 года. На вопрос о секрете долголетия Николай Петрович отвечает просто. Большого секрета нет в этом. Просто надо быть добрым человеком. Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним гордимся верим» в пятый раз собрал молодежь этих славных городов для участия в заседании круглого стола. Здесь были представлены различные программы и проекты по патриотическому воспитанию, которые реализуются в городах участников фестиваля. Актуальные проблемы в этом вопросе и опыт работы с молодежью обсудили представители 10 городов воинской славы и городов-героев – Волгограда, Смоленска, Пскова, Кронштадта, Твери, Луги, Архангельска, Анапы, Курска и Белгорода. Мы не смогли непосредственно сами прибыть в Архангельск, потому что у нас в городе в данные дни к концу месячника обороны массовой военно-патриотической работы проводится большое количество мероприятий. В формате видеоконференции у нас все получится, и тот опыт, который есть у Архангельска, мы возьмем и поделимся своим. Руководитель Центра патриотического воспитания Ратмир Максим Пронин рассказал об организации работы с молодежью Анапы. С городом воинской славы связаны имена 90 героев Советского Союза и 5 героев России. В городе-курорте действует 26 военно-патриотических клубов и объединений. Активно работает поисковый отряд «Черномор». Молодежь участвует в акции «Наша общая победа», направленной на недопущение фальсификации истории Великой Отечественной войны. Накануне 70-летия победы в Анапе в 11-й раз пройдет десант славы, мероприятие, ставшее общим для муниципалитетов Краснодарского края. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Здравствуйте. В студии Наталья Змозгова. В эфире прогноз погоды. Теплая температура воздуха сохранится до конца недели. Ветер перемеется на восточный и слегка усилится. Перепады давления могут вызвать у метеозависимых людей недомогание. Появится соблазн одеться в легкие куртки и плащи, однако торопиться не следует. Вирусы не дремлют. Будьте внимательны к своему здоровью. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника Тризе. Чтобы зрение не подводило, пора пройти комплексную диагностику в офтальмологической клинике Тризе. Берегите себя и близких. Считаете, что раньше вы видели лучше? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике Тризе. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении Тризе. По телефону 30 310 Крымская 242. Тризе. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова